В Жамбулской области планируют построить еще один современный перинатальный центр на 200 коек. А больницы Меркенского, Шусского и Таласского районов планируется оснастить новейшими медицинским оборудованием на 4 миллиарда 400 миллионов тенге. Об этом и другом рассказал в ходе визита город Тарас вице-министр здравоохранения Жан Дос Буркидбаев. На сегодня в Казахстане работают 79 тысяч врачей и более 190 тысяч медицинских работников среднего звена. Гражданам страны, в том числе жамбулцам, обеспечен доступ к 80 видам высокотехнологичной медицинской помощи. В то же время вопросы обязательного медицинского страхования остаются в призме особого внимания. По словам вице-министра, к сожалению, в жамбулской области незастрахованными остаются 277 тысяч человек или 23% населения. Согласно данным на 2023 год, 88% населения медицински застраховано в жамбулской области. Этот показатель составляет 77%. К 2026 году необходимо повысить этот процент до 90%. В своем выступлении Жан Дос Буркидбаев также отметил, что на системные планы в основе решаются вопросы дефицита медицинских работников. С этой целью жамбулской молодежи выделено 117 целевых грантов на обучение в медицинских бузах и колледжах. Также вице-министр ответил на мальчисленные вопросы граждан и дал пресс-конференцию для работников средств массовой информации, в ходе которой поднимались вопросы, связанные с необходимостью капитального ремонта больницы в Таласском районе и поликлиник в сельской местности. Озвучились и проблемы, связанные со вспышкой кори. Основное управление здравоохранения, насколько я знаю, имеет ряд, скажем так, предложений, подходов для того, чтобы реанимировать данную клинику и в конечном итоге, чтобы данное помещение было востребовано и оно оказывало, скажем так, некую помощь в развитии именно села Ахку. Рабочая поездка вице-министра здравоохранения Республики Казахстан Жандоса Буркидбаева в Жамбулской области продолжается. Наимбек Багбанов, Тлюкавол, Шаржан, Айконаппарат.